Чемпионат мира окончен. Кот не понимает, почему он опять в центре внимания. Вновь эти фотографы, телекамеры и попытки погладить от каждого встречного. Первое время он, кажется, не исследует территорию, а просто ищет выход. Стресс Ахилл пытается заесть кормом. Это происходит часто. Его опекуны сетуют. Бывший зожник. Ведь перед Мундиалем он худел. Теперь как с цепи сорвался. Тем временем мучения все-таки начинаются. Затворы дамбы закрываются. Автоматика не подводит. Уровни подъема воды в Санкт-Петербурге уже были. Пока что не столь значительные, чтобы задействовать комплекс защитных сооружений. Но мы ожидаем в связи с такими неблагоприятными постоянно погодными условиями, что в этом году будем защищать город от наводнений так же, как и в прошлом году. Кота по палубе водили. За всем происходящим Ахилл наблюдает уже на борту корабля. А попыток скрыться не предпринимает. Зная отношение этих животных к воде, даже в ванной можно сделать вывод, наводнение пока не грозит. Тем временем рабочие проверяют все детали. Затворы перемещают с разной скоростью, чтобы проверить и экстренное закрытие, и плановое. Погода сегодня просто сказка. Сведенные створки массивом металла скрывают красивые пейзажи с той стороны. В этот момент даже и не верится, что финский залив может таить опасность. С момента своего создания комплекс защитных сооружений спас Петербург от 14 наводнений. Всего в истории города их было 308. Но мониторинг продолжается ежедневно, даже в спокойную погоду, чтобы быть готовыми столкнуться со стихией. И уже вот в этих прогнозах сотрудники полагаются, разумеется, не на кошачьи инстинкты, а на расчеты специальных компьютерных программ. Александр Буренин, Юрий Юхнин, Артем Смоляр, телеканал Санкт-Петербург.